Данила Козловский – российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации родился весной 1985 года в Москве. Рост Данила Козловского – 1,84 м. В семье два брата – старший Егор и младший Иван. Мама Надежда Николаевна по образованию актриса, но работала в школе. Отец Валерий Иванович – заслуженный работник культуры, доктор философских наук и профессор. Но отец рано оставил семью, так что все заботы легли на плечи матери и отчима Сергея Военного. Данила Козловский с детства увлекается танцами и вокалом, играет на альте и саксофоне. Из-за постоянных проблем с поведением, которыми отличался не только Данила, но и оба его брата, в 1996 году мама и отчим приняли решение отдать сыновей в Санкт-Петербургский кадетский корпус. Первый телевизионный дебют Данилы состоялся в 1999 году в молодежном сериале «Простые истины», где он сыграл роль хулигана Дениса Селиверства. Данила так проникся творческим процессом, что стал студентом Санкт-Петербургской театральной академии. Ну а в 2006 году Данила Козловский присоединился к актерской группе малого драматического театра «Театра Европы». Но известность пришла к нему после выхода на экран исторической драмы Алексея Германа-младшего «Гарпастум», за которую он получил первую премию «Белый слон». Данила Козловский часто играет в военных, и в 2008 году он исполнил роль в драме «Мы из будущего». Но, несмотря на всероссийскую популярность картины, актер отказался сниматься в ее продолжении из-за неудачного, на его взгляд, сценария. Кроме того, его самого и его директора даже шантажировали продюсеры фильма, угрожая, что если Данила откажется сниматься, то у него будут трудности с карьерой. В 2009 году стартовали съемки фильма «Духлес» по одноименному произведению Сергея Минаева. Данила Козловский был утвержден на главную роль, сыграв порочного топ-менеджера Максима, тратящего все заработанные деньги на роскошную жизнь вместе со своей девушкой Эльвирой, героиней Марии Кожевниковой. В 2013 году состоялась премьера российской спортивной драмы «Легенда номер 17», в которой Козловский исполнил главную роль выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова, которого весь мир знал по номеру «17». 2014 год был отмечен дебютом Козловского в Голливуде. Он снялся в фэнтези-фильме Марка Уотерса «Академия вампиров», где исполнил роль Дмитрия Беликова. В этом же году он появился в рекламном ролике компании «Шанель», где его партнерша выступила Кира Найтли. В 2016 году на большой экран вышла комедия «Статус свободен», в которой Козловский вместе с Елизаветой Боярской исполнили главные роли. В этом же году актер снялся в российском фантастическом боевике «Хардкор», где сыграл главного злодея «Слепого Альбиноса». В 2016 году актер сыграл главную роль в фильме «Катастрофе» «Экипаж» — это ремейк одноименно известной советской картины. И затем вышла историческая драма «Викинг», проспонсированная Константином Эрнстом. Данила Козловский сыграл князя Владимира, показав его жизненный путь от бегства из Новгорода до Крещения Руси. В 2016 году Данила Козловский был признан лучшим актером наравне с Сергеем Безруковым. В 2017 году актер воплотил на экране образ графа Воронцова в исторической драме Алексея Учителя «Матильда». В мини-сериале Козловский сыграл офицера, влюбленного в знаменитую балерину, хотя мог получить роль Николая II. По словам Данилы, он решил, что не готов сыграть императора. Еще один его режиссерский и продюсерский проект — спортивная лента «Тренер», созданная специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сюжет картины строится вокруг Юрия Столешникова, некогда выдающегося бомбардира, который становится тренером футбольной команды провинциального городка. Одной из ролей в фильме исполнила бывшая супруга Гостовского Ольга Зуева. Также его проект «Лента. Чернобыль», вышедшая в 2021 году, посвящена одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории. Сам же актер исполнил в картине одну из главных ролей пожарного Алексея. На реализацию проекта Козловский получил от российских властей субсидию, размер которой составил 690 миллионов рублей. А одну из песен, вошедшую в саундтрек-фильму, исполнила Алла Пугачева. Третьей режиссерской работой Данила Козловского стал фантастический триллер «Карамора», который должен выйти на экраны осени 2021 года. На сегодняшний день актер снялся почти в 40 картинах. Что же касается его личной жизни, первые серьезные отношения у Данила Козловского были с Лизой Боярской, с которой он вместе учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Однако на пути у этой пары встал отец Лизы, знаменитый актер Михаил Боярский. Михаил Сергеевич отчего-то не взлюбил Данилу и в конце концов запретил дочери с ним общаться. Расставшись с Боярской, Козловский переключил внимание на другую однокурсницу, Оршулу Магдалену Малку. И вскоре, осенью 2008 года, пара официально оформила брак. Окружающие были уверены, что Козловский женился на зло Лизе Боярской, тем не менее их брак продлился три года. В 2015 году в жизни Козловского появилась другая женщина Ольга Зуева, актриса, модель, режиссер и сценарист. С 2016 года они начали вместе жить. В 2017 году Козловский познакомил Зуеву со своей семьей во время съемок фильма «Тренер». В 2018 году после выпуска фильма «Тренер» Данила стал жертвой хейтеров и оказался в центре гей-скандала. В интервью Козловский заявил, что не имеет ничего общего с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. И в начале марта 2020 года стало известно, что у пары в США родилась дочь. Ну а осенью того же года начали появляться слухи о разрыве Данилы Козловского и Ольги Зуевой. Затем же в СМИ появилась информация о романе Данилы с Оксаной Акиньшиной, его партнершей по фильму «Чернобыль». Оксана и Данила вместе появляются на мероприятиях, посвященных киноиндустрии, а также по сообщениям в СМИ вдвоем отдыхали в Турции. Мы с вами немного ближе познакомились с заслуженным артистом Российской Федерации Данилой Козловским. Ну а вы были на канале Киноохота. Всем удачи, не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем пока.